То есть научимся мы с вами проверять некоторые базовые свойства графов, то есть мы постепенно изучим мы пояс в глубину, в основном в этой и может быть частично следующей лекции и мы с вами научимся проверять какие есть компоненты связанности в графе, ну находить компоненты связанности, ну соответственно проверять связан ли граф, научимся проверять есть ли в графе циклы, за оптимальное время научимся находить компоненты сильной связанности в ориентированных графах. Поскольку графы мы с вами еще не рассматривали, то есть мы рассматривали их как математический объект, но не как структуру данных. Я начну с того, что поговорю о том, как графы хранить, но даже и это я сделаю после того, как все-таки какие-то общие слова про графы еще раз скажу. Вы графы изучали уже как математические объекты, наверное, на других курсах и много чего знаете. Сейчас давайте я до вас попробую донести то, что значит графы это не просто значит то, что математики очень любят изучать. Это просто очень удобная структура данных, которая позволяет задавать бинарные отношения. То есть один из самых наверное таких простых примеров это если вы хотите как-то изобразить рисунком то, как группа людей, какие пары из группы людей знакомы друг с другом. Что вы тогда сделаете? Вы нарисуете по вершине для каждого человека и проведете какие-то ребра, которые будут означать, что вот соответствующие два человека знакомы. Вот так, например, будет выглядеть граф там социальной сети какой-нибудь, где там каждый человек будет представлен вершиной. Ребро будет соответствовать тому, что они друг у друга есть в друзьях. Если вдруг в этой самой социальной сети быть взаимными друзьями не обязательно, а может случиться так, что там кто-то у вас есть в друзьях, но он вас там своим другом не считает, тогда это тоже можно задавать графом. Я имею ввиду, надо просто стрелочки расставить на ребрах о том, кто же именно у кого есть в друзьях, ну и ничего не мешает по-прежнему двум людям быть друзьями друг друга. Вот так вот, например. Естественно, там социальные какие-то там знакомства далеко не единственная вещь, которую можно задавать графами. легко придумать более, да, такую, может быть, даже приближенную к жизни формулировку, когда это города, например, а это дороги между ними. Вот вы задали, вы сказали, между этими двумя городами есть дорога. Вот в данном конкретном случае, например, когда граф у меня ориентированный, ну, можно сказать, что это односторонняя дорога, а вот между этими двумя там городами или там точками, какими-то пунктами можно ездить в обоих направлениях. В общем, много чего можно формулировать. Мы, наверное, постепенно с вами будем узнавать. Давайте еще один пример из книги приведу. Там пример такой. Представьте, что у вас есть карта. Там есть какие-то страны, вот я их так схематично обозначу. Там, ну, что-то там, какие-то, в общем, куски, да. Вы хотите, вот вам задан такой объект, он там может быть довольно сложный, какие-то тут границы. Вы хотите эти куски раскрасить в разные цвета так, чтобы граничащие регионы были покрашены в разные цвета. Ну, вполне себе естественное такое желание, да, покрасить так, чтобы глаз выделял каждый, каждый отдельный кусок. Что вы тогда можете заметить? Значит, вот это вот какая-то непростая штука, да, вообще непонятно даже, как ее там в памяти хранить. Вам в то же время важно для двух каждых стран знать только следующее, ограничат они или нет. Другими словами, можно их покрасить в один цвет или нет. Поэтому вы просто для каждой страны заводите по вершине и соединяете вершинами те каждые две страны, соединяете ребром каждые две страны, которые, которые граничат. Вот, получится у вас какой-то там граф. Я сейчас не пытаюсь делать, соответственно, я от балды провожу совершенно. Вот, дальше ваша цель заключается в том, чтобы покрасить вершины этого графа так, чтобы концы каждого ребра были покрашены в разные цвета. Вот в данном конкретном случае задача, которая у нас получилась, это, ну, это сложная задача. То есть покрасить вершины графа в минимальное количество цветов для этой задачи я вам не расскажу алгоритм в этом курсе. Да, ну, еще раз, значит, это пример симметричного отношения. Если эта страна граничит с этой, то и эта страна граничит с этой, да? Поэтому мы проводим неориентированные ребра. Если отношения у вас не симметричные, то вы задаете ориентированные ребра. Бывает еще так, ну, вполне естественно, что на ребра вам хочется повесить веса. Опять же, это, ну, то есть один из самых естественных примеров, это когда это какие-то пункты, а веса обозначают, ну, например, расстояние. Вот здесь там 30 километров, здесь 20 километров, здесь могло так оказаться 22 километра, ну, то есть дорога в обратную сторону длиннее. Ну, вот, это взвешенный граф будет. Итак, вот это неориентированный граф, это ориентированный, еще и взвешенный. Это, эти значения, числа здесь, они могут, опять же, обозначать необязательно расстояние. Это может быть время, не знаю, стоимость, еще что-нибудь. Вот. Итак, давайте поговорим тогда, как же структуру данных под названием граф хранить в памяти. Какой структурой данных представлять граф? Структур известно несколько. Самый банальный способ, может быть, его стоило даже нулевым обозвать. Это просто список ребер. Давайте, кстати, знаете, что, может быть, сделаем? Я заведу где-нибудь вот здесь граф, и буду вам... Давайте, у меня будет один... один ориентированный граф, не ориентированный, один ориентированный. Вот. Значит, что же такое список ребер? Ну, вы просто храните массивчик, в котором у вас будет написано что-то такое. Вот просто пары такие ребер. Ну, для первого графа у вас будет такая штука, для второго графа у вас будет вот так вот. А, Б, Б, С, А, С. Давайте сразу вот еще что. Не знаю, буду ли я придерживаться этих обозначений, но, может быть, постараюсь. Для не ориентированных графов иногда ребра записывают не в круглых скобочках, а вот в фигурных, ну, чтобы показать, что это просто множество из двух элементов, в которых порядок нам не важен. То есть это множество 1-2 можно было бы с таким же успехом записать, как 2-1, ничего бы не поменялось. Для ориентированного графа так нельзя, конечно. Второй способ – это матрица смежности. Матрица смежности. Ну, это вот такая вот структура данных. Надеюсь, по примеру все будет понятно. Так. В случае не ориентированного графа она будет симметрической, и мы будем в клеточку EG писать единичку, если соответствующее ребро есть. Если нет, то будем писать нолик. 1-2, 1-2 и 2-3. Вот. Это матрица для моего первого графа. Для моего второго графа матрица будет выглядеть вот так. Сейчас из А есть в В и в С. Вот здесь указаны, потому что мы знаем, что из А в В есть, а из В в А нет. Вот. Поэтому эта матрица симметрическая. Ну, а это не обязательно симметрическая. Может быть симметрическая, может нет. Симметрическая. Ну, это означает, что А от EG, понятно, равняется А от GE всегда. Я тут сразу, как вы заметили, когда рисовал матрицу, да, я на диагоналях сразу нарисовал нули, что означает, что в графе нет петель. То есть нету там ребер, которые ведут из вершины в саму себя. На самом деле это иногда может понадобиться, но у нас, вот мне будет удобнее считать, что их нету. Никаких трудностей они не представляют. Просто в задачах, которые мы будем рассматривать, там связность, достижимость компонента связности, петли ни за чем не нужны. То есть их можно сразу выкинуть. В графах также бывают кратные ребра. То есть могло быть что-нибудь такое. Там, ну, вот такое ребро могло проходить, еще такое. Мне это тоже не понадобится, и тоже это трудностей никаких не возникает. Ну, просто вот, чтобы вы знали. Опять же, если бы вам понадобилось хранить еще веса на ребрах, но здесь рядом с самими ребрами надо было бы хранить веса. То есть у вас были бы такие сложные объекты, в котором было бы начало ребра, конец ребра и вес. Здесь эти веса можно было бы хранить прямо в матрице, например. Третий тип, третья структура данных – это список смежности. В такой ситуации вы представляете граф вот так вот. Вы храните массив. 1, 2, 3. И для каждой вершины вы храните список ее соседей. Вот здесь будет болтаться 2. Для 2 будет болтаться список 3, 1. В 3 никакого не будет списка. Для графа вот того моего, ABC, вот здесь у вас висит B и C. А из… Вот что-то я забыл, да, из 3 еще висит 2. Все правильно, да? Ага. А там из B еще висит C. Так, ну и еще один есть. Так, давайте мне сейчас… Я захочу, наверное, еще всякие плюсы и минусы записать этой штуке. Давайте я сразу табличкой сделаю какой-нибудь… Так, плюсы, минусы. Еще одна структура есть, которая… Ну, вроде бы ей можно представлять граф, но у нас не будет ни одной задачи, где такая структура данных нам понадобится. Поэтому я ее в табличку включать не буду, но, тем не менее, давайте расскажу. Называется она «Матрица инциденций». В такой ситуации граф вы будете представлять вот так вот. Она у вас будет размера, количество вершин на количество ребер. Давайте я просто пример нарисую. Вот будет 1, 2, 3. Вот для этого графа. И у вас будет в ней всего 2 колонки, соответственно. Каждая колонка отвечает своему ребру. Первая колонка будет отвечать ребру 1, 2, соответственно, там будут единички стоять вот здесь и вот здесь. А во второй колонке 2 и 3, вот здесь вот, соответственно. Ну, давайте для того графа тоже нарисую, чтобы показать, как там можно было бы делать. Там у нас 3 ребра, поэтому будет... Вот там мы будем... Так, у нас ребро есть из А в Б, поэтому мы напишем здесь единичку, здесь минус единичку. Здесь там ребро из Б в С, здесь единичку, здесь минус единичку. Ребро из А в С, единичку. Ну, вот как-то так. Такое представление графа возникает в некоторых задачах, но вроде бы для хранения это не очень удобно. Давайте поговорим про плюсы и минусы. Давайте даже вы поговорите, а я буду записывать. Неименованные, да, как бы. Ну, нам же здесь не важно. Ну, как и здесь, грубо говоря. Это просто список такой пар, никак неименованных. У каждой пары есть начало, есть конец, и все. У матрицы плюс, да, плюс, один из плюсов, это проверка наличия ребра. Проверка наличия... Действительно, если у нас большой граф, и мы хотим быстро проверить, есть ли ребро между там двумя соответствующими вершинами, мы просто смотрим в соответствующую ячейку памяти. И это... Давайте я напишу, что это занимает время у от единицы. Да, графы часто... То есть мы будем пользоваться такими обозначениями. В граф мы всегда будем буквой G обозначать, и мы будем говорить, что у него есть множество вершин и множество ребер. Часто пишут либо вот так вот, что G, ну, у которого есть вот такая вот пара объектов, либо пишут, что G это просто равно паре объектов. То есть вот эти вот... Я все время буду пользоваться для множества вершин буквами V и E. Могу случайно сбиться в какой-нибудь момент, и вместо V писать N, а вместо E писать M. Или в книжках вы можете найти что-нибудь такое, ну, вот, не пугайтесь. Давайте сразу здесь еще напишем. Здесь, как вы думаете, проверка наличия ребра сколько может занять? Ну, в худшем случае за U от N. Поддерживать этот список сортированным тоже та еще радость, наверное. Поэтому в худшем случае, если мы храним несортированным, то нам надо будет пробежать. Ну, давайте... То есть это мы пишем в минусы. Ну, их все-таки три. У от E. Да, я потом еще... Да, а в списке смежности, как вы думаете, сколько проверка наличия ребра? Ну, да. То есть в худшем случае может занять это... Нам придется... Понятно, как проверять, есть ли ребро или нет. Если мы хотим проверить, есть ли ребро между вершинами номер 25 и 80, мы идем в 25-ю ячейку, бежим по этому списку, пытаемся найти там вершину 80. Чуть более, может быть, точно будет написать проверка. Наличие ребра. Что это занимает вот такое вот время. У от D. Буквы D часто обозначают степень графа. Ну, D... Даже давайте дельта напишу большое. У нас это почти не будет встречаться, на самом деле, в этом курсе, такой параметр. Но все равно. Давайте просто я обозначу. То есть U от дельта, ну и я-то, понятно, равно U от V. Поскольку степень вершины – это количество вершин, с которыми она соединена. Если каждая вершина соединена там всего с тремя другими, то мы за константное время будем проверять, опять же, есть ребро или нет. Так, ну давайте еще какое-нибудь... Что-то про память уже говорили. Что-то... Значит, действительно, список ребер, он эффективен по памяти. Вполне. Память... Памяти он занимает вот такое вот количество. Этого можно... Ну, где-то нам надо хранить информацию там о вершинах. Давайте напишем так. V плюс E. Отсюда не очень видно, что мы храним. Но все равно. Вот эти вот A и B, которые я здесь написал, на практике, это ведь не будут там... Могут быть не обязательно числами там или буквами, как у меня здесь. Это будут в действительности ссылки какие-то там на вершины, которые у нас где-то хранятся в одном месте, и эта структурка занимает V. Ну, а все ребра занимают E. Матрица будет занимать V квадрат. Мы это запишем в минус, хотя это может минусом и не рассматриваться. То есть это может... О, блин. Это может и не быть минусом, в смысле V в квадрате. Ну, давайте сейчас скажу. Может не быть минусом, просто потому что, если граф полный, то вы понимаете, в нем там примерно V квадрат ребер, да? Ну, если точнее, то C и Z по 2. Соответственно, тогда она хранит, ну, столько, сколько и нужно для хранения графа. Если же в ней так получилось, ну, вот как я говорил, что каждая... То есть вершин, например, миллион, и каждая при этом соединена там с 5-10 другими, то вы храните миллион в квадрате, хотя вам надо всего-то хранить там 5 умножить на миллион ребер. То есть на самом деле зависит еще... То есть насколько эта структура данных неэффективна по памяти, зависит от того, насколько граф как бы плотный там или разреженный. Так, а что касается памяти у списка смежности? Минус у него или плюс, или это? Не, на самом деле не зависит. У него это плюс, он ведь тоже В плюс Е занимает, очевидно. То есть смотрите, ну что, вот этот массив у нас размера В, да? А сумма вот этих списков, она вот в этом случае, она 2Е, а в этом случае просто Е. Почему в этом случае 2Е? Ну здесь каждое ребро 2 раза представлено. Вот видно, ребро 2,3, например, оно вот оно, 2,3, и вот оно вот здесь вот. То есть ребро, оно встречается в списке каждого из своих концов. Если граф ориентированный, то каждое ребро просто один раз здесь встретится в списке своего начала. Соответственно записываю плюс списку смежности первой. Так, еще хочу. Добавление, удаление. Ну да, мы на самом деле почти не будем с вами рассматривать вот так динамически изменяющиеся графы вроде бы, но действительно давайте поймем, что там в список смежностей и в список ребер добавлять по крайней мере приятнее, чем в матрицу смежности, потому что, ну список он и есть, список запихали что-то в конец и в список смежности, тоже несложно нам добавлять, а в матрицу смежности, но нам придется перевыделить весь массив, все туда скопировать. Давайте. Что? Правда, да. Это я наврал. То есть если мы хотим быстро достукиваться до вершин, то тоже придется даже и непонятно, куда добавление записать тогда в список смежности. То есть это, конечно... Что? Ну да, добавлять серебро. Ладно, давайте не буду никуда писать это, потому что у нас графы все-таки будут фиксированы, и мы с вами пока не будем рассматривать такую структуру, как динамически изменяющийся граф и что-то там, и как поддерживать его свойства. То есть, может быть, рассмотрим, но уж не в ближайшие две лекции точно. Не, ну в матрицу можно писать веса сюда же, но мы с тем же успехом можем и здесь тоже, здесь же. То есть вот это какая-то структурка данных, здесь в ней указатель просто на соответствующую вершину, да. Ну, рядом можно вес записать, это не жалко. Вот оно как, да. Перебор соседей, да. Это действительно довольно важная операция. Да, чтобы понять, может быть, что эта операция важная, давайте я вот уже сейчас расскажу про граф, который вы все должны представлять себе, что он существует, по крайней мере, граф. Меня тут научили даже, что надо его называть не граф интернета, а граф веба. То есть вот представьте, что у вас каждой страничке в интернете соответствует вершина. И две вершины соединены направленным ребром, если вот эта, если вот страница А ссылается на страницу С, если там есть гиперссылка. Это такой огроменный граф. Представьте теперь, что вас высадили, да, на какую-то вершину этого графа. Что вы будете делать? То есть что вы можете? Вы можете посмотреть, куда ссылается эта страница. То есть вы можете посмотреть на соседей этой страницы в этом огроменном графе. И вы можете перейти в одного из этих соседей. Поэтому это я к тому, что это очень естественная операция. Или еще другой пример такой из книжки, это когда есть лабиринт, да, то есть а лабиринт это что такое? Это комнаты такие, в которых, то есть из комнаты, ну, допустим, там квадратная прямоугольная комната может быть там до четырех дверей в каждой комнате, каждая из которых ведет в новую комнату. И вас опять же представьте, что высадили в какую-то такую комнату, вы видите четыре двери, и вы думаете, как бы выбраться. Ну, что вы будете делать? Вы пойдете в какую-то из дверей, из нее в какую-то другую дверь. Вы пойдете по этому графу постепенно. И действительно операция, которая вам будет нужна, это смотреть, какие у вершины есть соседей, и куда бы вам пойти. Так вот, этот самый перебор соседей, кому из этих троих ребят записать в плюс? Ну, третьему, да, конечно. Перебор соседей здесь вот приятен очень. И занимает он ровно столько времени, сколько и должен занимать, то есть столько, сколько соседей. Вот здесь перебор соседей неприятен, потому что, ну, если у нас никак этот список не организован, то мы просто будем перебирать все ребра, и это будет долго. Ну, да. Перебор соседей О от Е. Но здесь все-таки О от В будет. То есть это на самом деле, опять же, если граф полный, то это может быть и не минусом, а ну просто В соседей, если у каждой вершины, ну и ладно. То есть вот эти вот два минуса матрицы смежности, они такие, ну, относительные. Да, раз уж мы заговорили с вами про граф интернета, то давайте подумаем в графе, или граф веб, там не знаю, как его называть. Он огромен, в нем миллиарды вершин. Так вот, вот этот вот тип его представления, он просто неприемлем. То есть у вас памяти, то есть вроде бы там считали, что вообще столько памяти в мире нет, чтобы хранить такой граф. То есть хранить квадрат, сколько там миллиардов, я не знаю, я не проверил, извините, уже перед выходом, сколько в текущий момент. Но, в общем, много. Поэтому никакой возможности хранить вот такую квадратную матрицу нету, для когда вершин миллиарды. И, опять же, опять же, это очень разреженная игра. То есть каждая страница, она в среднем ссылается, видимо, на один или несколько десятков. Поэтому это очень было бы еще и неэффективно, даже если бы у нас было там бесконечно памяти, вот так вот хранить. То есть у вас есть в вершине всего, допустим, из нее ведет 10 других ребер, а вы бы перебирали, вот шли бы по строчке длины миллиард, чтобы найти всех ее соседей. В общем, резюме такое, что то, какая структура данных вам будет более удобна, зависит от того, на самом деле, ну, во-первых, насколько разреженный у вас будет граф, а во-вторых, от того, чем именно вы будете с этим графом заниматься. Мы чаще всего будем использовать вот такое вот представление, представление о списком смежности. Оно вроде бы компактное, оно позволяет делать вот основную операцию, перебор соседей. Это то, что нам как раз будет нужно. Поэтому, если в какой-то момент, когда я буду говорить, у нас есть граф, читайте это, пожалуйста, так. У нас есть граф, заданный списком смежности. Если мне понадобится граф, заданный по-другому, я об этом специально скажу. Не знаю, если честно. То есть, действительно... Значит, честный ответ не знаю. Я могу порассуждать немножечко на эту тему, скажу, как можно, по крайней мере, пытаться хранить такие матрицы. Вот представьте, действительно, что у вас есть огроменная матрица, вот там, правда, потенциально миллиард на миллиард, и в ней, ну, так получилось, что в каждой там строчке там буквально там три единички где-то стоят. И мы, так посмотрев на эту матрицу, понимаем, что неэффективно совсем хранить такую штуку. Что можно было бы сделать? Вот делают иногда, ну, не для этого конкретно случая, а вообще делают вот что. Вот мы рассматриваем эти строчки. Давайте, например, ну, порежем еще их вертикально, ну, на блоки, на какие-нибудь, на блоки там, не знаю, какой-нибудь там ширины, да, фиксированной. И сделаем потом вот что. Зачем вообще мы все это можем хранить матрицей, раз уж такая штука? Затем, что нам, видимо, очень важно быстро проверять, есть ребро или нету. Ну, это тоже, но вроде бы здесь все-таки добавлять и удалять, когда их все равно мало в списке, не так важно, казалось бы. Но добавить ребро бесплатно в список смежности, более-менее удалить, ну, тоже бесплатно, если список у нас двусвязный. Вот, поэтому все-таки, если мы уж так храним, значит, наверное, нам очень хочется вот... Ну, непонятно, что значит удалить. То есть обычно, когда мы хотим что-то удалить, ну, как правило, все-таки постановка такая, что мы как-то работали-работали, и потом поняли, вот это надо удалить. Нет такой постановки, что сначала найди, а потом удали. Ну, как правило. Но даже если... Ну, неважно, это все равно какие-то рассуждения. Так вот, что с этой матрицей можно сделать, чтобы она поменьше места занимала? Вот эти вот... Есть у нас вот такие строчки теперь из ноликов и единичек. И их там получилось... Ну, сколько-то там... n умножить на k, да? Вот если здесь n строчек, а это длина вот этой штуки... Ну, то есть n умножить на n поделить на k. Мы можем вот что сделать. Найти надстроку этих строчек. То есть найти такую строчку. Она может оказаться длинной, но для разреженной матрицы может и не длинной оказаться. Так, чтобы вот эти все ребята в нее укладывались. Как-то там. То есть чтобы они все были под строчками. Вот. После этого нам надо хранить будет не вот эту огромную матрицу, а вот такую вот строку. И доступ по-прежнему к каждой ячейке по-прежнему будет константный. Нам просто надо будет помнить, где вот этот кусок лежит вот в этой большой матрице. Если матрица разреженная, то есть шансы, что вот эта строка, которая получится, она будет не очень длинной. И вообще эту строку искать это непростое занятие. Если у нас есть много строк, и найти ее надстроку, это не очень просто, но есть приближенные алгоритмы. вот. Можно, но можно вообще и на новый уровень быть. не подумаю. Не, не, не. Наверное. То есть я не хочу сказать, конечно, что то, что я вам здесь представил, это вот там либо самые лучшие, либо единственные использующиеся структуры данных. Конечно, есть и еще что-то, и для конкретного приложения может понадобиться что-то вообще свое. Но вот нам, конечно, с вами надо сейчас изучить базовые. Ну, то есть почти, я бы даже сказал, базовую. Вот список смежностей мы с вами будем изучать. Про матрицы, может быть, с Михаилом Эдуардовичем вы поговорите о каких-нибудь задачах. Может быть, удобнее, например, считать, что у вас матрица смежности есть. Так. Можно я то сотру, уже, чтобы я маркером писал дальше? Сейчас мы с вами напишем такую очень-очень-очень простенькую реализацию вот этого самого обхода вершин, ну, псевдокод, который действительно можно себе представлять, как, ну, вот представьте, что вы, да, задача теперь примерно такая, вот вас опять же, опять посадили в вершину графа в какую-то, и вы хотите обойти весь этот граф. Вот вы сидите в вершине, и, то есть вы видите всех ее соседей, вы думаете, вот, что вы можете пойти в любую, то есть ваша, ваш локальный шаг это такой, перейти из вершины в ее соседа. Вот вы хотите обойти как-то весь граф. То есть, наверное, не надо представлять себе, что вы хотите весь интернет обойти, вот просто так кликая, но, но можно представлять себе вот эту самую комнату, в которую вас посадили, и вы ищите выход из этого лабиринта. Вам так или иначе, чтобы понять, есть выход из него или нет, вам надо обойти все эти комнаты. И понятно, что действовать надо как-то при этом осмысленно. надо выработать какую-то стратегию, иначе вы будете кружить по лабиринту и, может быть, не найдете выход, который там вообще-то есть. В книжке написано, что сейчас уже все знают, как из лабиринта выходить из такого. Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над этим, но делать надо вот, что надо взять имеющийся у вас клубок ниток и надо взять мелок. Нитку от этого клубка надо примотать в этой комнате и пойти в какую-нибудь дверь, пометив эту дверь мелочком. Типа, в эту дверь я уже ходил. Дальше вы... И так вы ходите, 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 каждый раз помечая. В какой-то момент вы оказываетесь, ну, либо вы выходите из лабиринта и все хорошо, либо вы приходите в комнату, из которой нету других дверей, или в такую... когда вы по всем... во все двери уже ходили, да? То есть все они помечены мелком. Так, что? Нитка, чтобы возвращаться назад. Понять. Вот мы пришли в комнату, например, открыли ее, раз, а там нету ничего. Вот. И... Ну, там нету никаких других дверей и выхода нету. И даже окон нету, например. Мы возвращаемся назад, но нам надо понять, из какой двери мы все-таки пришли в эту комнату, вот в предыдущую. Что? Которая не помечена. В какой-то момент нам надо будет отмотаться, может быть, довольно так далеко. В смысле, это же... Нет, ничего не мешает. Я же не говорил, что мы именно крестиком, кажется, помечаем. Давайте, ладно, это слишком не перебарщивать с этой... Давайте вернемся к графам. Может быть, и можно, я... Нет, они... Давайте, я не знаю, может быть, мы зря слишком сконцентрировались на лабиринте, и... А я неправильно еще опять немножко сказал, надо не двери помечать все-таки, а комнаты, ну, каким-то образом. Но бог с ней, ладно, забудем обратно про лабиринт, вспомним про граф и про то, что у нас есть вершина, в которой мы сидим, и мы хотим как-то начать обходить другие вершины. То есть наша цель, у нас дан граф каких-то разумных размеров, и нам дана вершина. И мы хотим обойти все вершины этого графа, то есть побывать, посмотреть, что там в других вершинах есть. вот мы и займемся исследованием. Так эта процедура и называется. Она получает на вход, ну, давайте считать, что граф и вершину, и делает она вот, что она, сначала мы помечаем эту вершину мелком, а именно мы записываем в массив, который мы предварительно завели, что в этой вершине мы уже побывали. Дальше мы перебираем всех соседей этой вершины и идем в них. Вот скажите мне пока, что сюда уж точно надо дописать. но чего вот здесь как бы так очевидно не хватает? Что? ну надо, не, ну мы обойдемся и остановимся. Вот и все. А? Ну да, то есть на самом деле нифига мы не остановимся таким образом, потому что мы, ну действительно мы будем, если граф просто связанный, то все время нам будет куда пойти, а мы здесь никак не проверяем вот в вершине умы были или нет, поэтому вот сюда полезно написать что-то такое if visit от у давайте я напишу не равно true, тогда сходим туда. Вот. Такая вот банальная до безобразия процедура, которая вот встала в вершину в и начала перебирать ее соседей. И в каждом соседе, в которой она не была, она сходит и там рекурсивно еще куда-то пойдет. Таким образом она обойдет все вершины, которые достижимы из вершины у. Смотрите, граф мог оказаться, граф мог быть вот таким вот, да, в принципе, вполне. Там, например, так и так. Это просто вот вершина изолированная. Соответственно, если бы мы начали вот из этой вершины, ну и граф, например, неориентированный, да, у меня. Да, давайте сейчас считать пока что, что граф неориентированный, это более простой случай, мы с него начнем, потом к ориентированным графам перейдем. Если мы запустили процедуру экспло из вот этой вот вершины, то мы обойдем все вот эти вершины, да. Вот сюда нам никак не дойти, ни по каким ребрам, и в то же время понятно, что все эти вершины мы обойдем. Представьте, ну да, теперь представьте, что мы хотим все-таки побывать во всех вершинах нашего графа. Если мы просто один раз запустим нашу процедуру, то она обойдет все-таки компоненту связности, а мы хотим обойти все. Но вот этим занимается процедура DFS от английского Depth First Search или поиск в глубину, она просто дергает вот эту вот процедуру столько раз, сколько нужно. А именно мы сначала всем вершинам установим visited равный false, а дальше будем вот что делать. Опять будем перебирать все вершины и будем говорить, если visited от V не равно true, то вызываем ну то идем в эту вершину. Заметьте, что здесь эта процедура получает вершину, из которой надо ходить, а эта процедура получает только граф. И она обходит все вершины графа. То есть пока они ничего содержательного не делают, эти процедуры, то есть у них еще надо что-нибудь дописывать, чтобы сделать, ну можно не знаю, вот здесь вот, например, можно было бы вывести имя этой вершины, тогда DFS вот так вот вызванный напечатал бы имена всех вершин графа. Чуть позже мы что-нибудь содержательное с этим все-таки сделаем, а сейчас давайте поймем, сколько это все работает. Для графа G DFS от G. Давайте подумаем, сколько будет работать. Напоминаю, что мы считаем по умолчанию, что граф задан списком смежности. что? V плюс E, да, точно. А почему? Как просто объяснить, что это работает V плюс E? Ну, не совсем, да, один раз, но примерно так. Значит, давайте поясню, да, почему V плюс E? Да, значит, у нас действительно что? Значит, откуда действительно вот этот вот член V? Ну, вообще, как минимум вот отсюда. Здесь мы все вершины перебираем и там записываем для них, например, значение false в массив visited. Но еще для каждой вершины как минимум один раз мы вызываем explorer. Не как минимум, а ровно один раз. В смысле, понятно, что для каждой вершины explorer будет вызван ровно один раз. Ну, то есть, как минимум один раз будет вызван, потому что мы его для всех здесь пытаемся вызвать. И как только один раз вызвали, в visit.v записался true и больше никогда не вызовется. Второй момент. Значит, что у нас еще осталось? Осталось вот то, что вот здесь вот происходит. Здесь какие-то действия вот здесь происходят. перебираются на самом деле ребра, торчащие из вершины V. Но давайте поймем, что каждое ребро, если граф у нас неориентированный, каждое ребро будет просмотрено таким образом два раза ровно. Один раз, когда будет... То есть, вот это вот ребро, если там, например, не знаю, 5-8 номера у этих вершин, то один раз мы на это ребро посмотрим, когда будет вызван explorer для пяти, и один раз на это ребро мы посмотрим, когда будет вызван explorer для восьми. Да, может быть, какую-то, конечно, я задачу не самую интересную придумал, напечатать имена всех вершин графа, потому что, ну, как бы, если у нас есть список смежности, где-то там вершины лежат в массиве, и, наверное, проще было пройтись по этому массиву. Но сейчас к чему-нибудь... Значит, давайте, следующая задача, которую мы хотим научиться решать, это проверять, граф связен или нет. Как это можно сделать? Вот этот вот граф не связен. Граф называется связным, неориентированный, если для любых двух вершин... Ну, в смысле, если из любой вершины можно проехать в любую другую. Вот в этом графе много пар вершин, вот из этой до этой не доехать, и из этой до этой не доехать. Ясно также, что в этом графе три компонента связности есть. Вот одна, вот вторая, вот третья. Ну, во-первых, интуитивно ясно, что такое компонента связности. Хороший вопрос так прямо. Я не успел даже пояс в глубину рассказать, а мы уже... Грани... Грани... Ну да. Не, ну здесь он просто совсем как бы... Здесь вопрос даже не, а что, если мы в этом алгоритме поменяем там строчку. Что, что, что? Сейчас, да граф планарный, вообще, даже если мы знаем, что граф планарный, не очевидно, как его нарисовать даже планарно. Это надо мучиться еще. Что имеется в виду, что он нам уже нарисован, или что? Наверное. А? Наверное. А? Ну, я не знаю, как ответить на вопрос. Задачи, в которых было бы удобнее... Не знаю, но как бы для всяких NP-полных задач, ну просто сразу как-то эти вопросы все меркнут на фоне этих... Потому что, ну чем там? Матрица смежности, она там не больше, чем в квадрат, все-таки больше, чем список смежности. Ну и... Ну, V квадрат там, ну какая разница, если это NP-полная задача, в смысле, и все равно там... Но тоже ответ не знаю. То есть не знаю ни одной такой задачи, где потребовалось бы что-то такое. Так, ну вернемся к связности обратно. Да, так я говорил, что понятно, какие графы называть связными. Интуитивно понятно, что такое компоненты связности. Ну, то есть компоненты связности — это такие максимальные куски подмножества вершин, которые сами являются связными. Если хотите совсем формально, то это классы эквивалентности. Где под отношением эквивалентности мы понимаем следующее, что две вершины удовлетворяются отношению, если между ними есть путь в графе. Вот, тогда вот то, что получается, это классы эквивалентности. Вот, соответственно, у этого графа у него три компоненты связности. Вот давайте поймем, как нам с вами научиться решать такую задачу. Мы хотим... То есть есть две задачи, они на самом деле одинаковые почти, но первая как будто бы чуть попроще. Первая задача, которую мы хотим решить, это проверить, связен ли граф. Вторая задача, которую мы хотим решить, это найти количество компонент связности. Понятно, что вторая — это более общая задача, да, потому что если мы найдем количество компонент связности, то нам уже будет понятно, связен граф или нет. Если она больше единицы, то не связен оно. Но давайте это количество найдем, компонент связанности, как его найти. Ну да, на самом деле, в общем, вот эту штуку несложно подковернуть, чтобы она нам посчитала количество компонент связанности. Мы куда-нибудь вот сюда вот, перед циклом, можем написать количество компонент связанности равно нулю. А вот сюда вот, перед тем, как мы вот сюда зашли, можем написать cc равно cc плюс один. Ну вот, как бы накрутить этот счетчик. Понятно просто, что каждый раз, как я уже говорил, когда мы вызываем эксплор от вершины, оно обходит компоненту связанности, в которую входит эта вершина. Обходит все, что достижимо. Поэтому каждый раз, когда мы вот здесь вот вызываем, у нас появляется новая компонента связанности. Если нам хочется запомнить, какой компонент связанности принадлежит каждая вершина, ну, надо завести массивчик тогда. И когда мы приходим в вершину первый раз, просто в этот массивчик запишивать номер текущей компоненты связанности. Давайте вот еще какую вещь рассмотрим. Ну, давайте, да, последнее маленькое замечание. После этого перейдем к ориентированным графам. В ширину либо на следующий, либо через один, да. У нас по плану они не рядом. Рассмотрим какой-нибудь, просто для примера рассмотрим вот такой вот, там, например, граф. Давайте его вершины пронумеруем вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте предположим, что мы вызываем процедуру, вот ДФС у нас перебирает вершины вот здесь вот в порядке увеличения их номеров. Давайте посмотрим, что тогда произойдет. Вот мы стоим в вершине 1, мы попадем в вершину, пойдем в вершину 2, из нее мы пойдем в вершину 3. Дальше начнем перебирать соседей вершины 3, и мы попытаемся, мы здесь переберем ребро 3, 1, но эксплоре от единицы вызвано не будет, потому что в единице мы уже были. Давайте этот факт отметим вот таким вот ребром пунктирным. То есть произошла вот эта проверка, но соответствующего вызова эксплор не было. Дальше все, у 3 закончатся соседи, мы вернемся в 2 и продолжим перебирать ее соседей, и найдется вершина 4. Из 4 мы тоже попытаемся в 1 сходить, но увидим, что мы там уже были. Этот факт мы отметим вот таким вот ребром. И дальше из 4 мы сходим в 5. Ну и на этом все закончится, да, на самом деле. Вот видно сейчас, что ребра, которые у нас привели к вызову эксплор, они образуют дерево. Нам не так важно сейчас, ну и понятно совершенно тоже сколько их будет, да. Раз уж это дерево и это связанный граф, то таких вот ребер, их будет ровно на один меньше, чем количество вершин. Вот это вот иногда называют деревом поиска, вот этого, деревом поиска в глубину вот этого графа. А как вот эти ребра называются, я уж и не помню, обратные или не обратные, наверное. Ну, оно является основным деревом, да. Иногда полезно себе представлять, что вот такое вот дерево есть, что когда ДФС отработал, можно результатом его работы считать такое дерево. Например, это дерево, в котором мы находили вершины. Почему это называется поиском в глубину? Ну вот потому что мы идем сначала, мы шли как, вот мы от вершины 1 шли, то есть можно было бы, если бы мы вершины рисовали по уровням, да, как мы их находили, то здесь была бы вершина 1, здесь была бы вершина 2, потом вершина 3, вот так вот ниже. Мы бы от вершины 1 уходили все дальше как бы от нее, ну так путь был бы длиннее и длиннее. Мы могли бы перебирать чуть в другом порядке, мы могли бы взять вершину 1 и сначала сходить во всех ее соседей, а потом сходить во всех соседей их соседей, ну и так далее. Это получился бы поиск в ширину, о котором мы чуть позже с вами поговорим.